добрый день сегодня я хочу поднять тему нового приват 24 достаточно много клиентов приват 24 которые пользуются интернет-банки нам приват 24 заметили что обновились у них дизайны приват 24 стали немножко я даже сказала не немножко сильно отличаться от тех приват 24 которые были раньше хочу сказать что буквально в начале 2020 года приватбанк начал постепенно переводить всех клиентов на новые дизайны приват 24 и думаю что где-то к середине 21 года все клиенты уже перейдут на новые дизайны приват 24 поэтому вам уже нужно привыкать к ним вот изменения были как в десктопных версиях то есть на компьютерах и ноутбуках так и на мобильных версиях вот сегодня хотел бы провести краткий обзор и показать вам где находятся те или иные сервисы и услуги ранее привычного нам приват 24 идея не находится сейчас в новом приват 24 продолжение данного видео прошу вас подписаться на наш канал нажав красную кнопку подписаться и колокольчик также поставить лайк под этим видео если у вас будут вопросы по новому приват 24 пишите внизу под этим видео в комментариях мы будем на них отвечать и итак что нам нужно для того чтобы посмотреть новый приват 24 нам сначала нужно в него зайти пишем приват 24 и заходим приват 24 как обычно мы пишем свой телефон и пароль мы сейчас на данном этапе некоторые зайдут старый приват 24 а некоторые зайдут в новый как я сказал ранее к середине 20 20 21 года все будут переходить уже на новый приват 24 вот чтобы нам перейти вот здесь старого в новый нам нужно найти нажать на кнопку при ты в новую версию нажимаем и мы переходим в новый дизайн приват 24 видите как все поменялось и все не так как было ранее если вы хотите все же поработать еще в старой версии то вам нужно опуститься вниз и перенажать при ты в полную версию почему именно париты в полную версию потому что в новой версии еще не все перенесено со старой версии и получается что если мы делаем новой версии какие-то операции некоторые операции она перебрасывает нас на старый приват 24 поэтому не удивляйтесь в ходе обзора я вам покажу некоторые сервисы которые которые еще не потянули старого в новую в новой приват 24 и так как вы видите мы находимся на главной странице приват 24 и на главной странице у нас показывается как бы последние наши операции основные услуги показываются основные наши карты сразу сервис перевода с карты на карту по пополнение мобильного платежей создание шаблонов и слева мы видим менюшку по всем операциям и условам которые можно сделать приват 24 я бы рекомендовал сначала начать за монтя приходим в монет и мы сразу видим что у нас весь перечень карт который подключен которые привязаны и действуют за нами приват банки здесь отображено все все карты вы можете нажимать на каждую из карт и видеть движи в правом экране видеть движение по вашим картам и все что всю другую информацию которая вам нужна но здесь же так же самое можно поставить счета депозиты если они у вас есть кредиты и программа лояльности это бонус плюс как ранее было вот теперь давайте перейдем на главную страницу и вот сервисы вот этот меню сервисов они ездят вот здесь при выпадающем списке вот они тоже самое и так смотрим по реказы это переводы с карты на карту переводы по реквизитам международные переводы типа western union и сфит переводы платежи это оплата коммунальных платежей и платежей каких-то услуг государственных контор и поставщиков какие-либо услуг скажу сразу что приват банки почти что есть все услуги как бы оплаты поэтому это делается через платежи связок это оплата мобильного интернета и всего остального депозиты здесь можно открыть депозит посмотри какие у вас депозиты есть и посмотреть копилку кредиты то есть посмотреть какие у вас кредитные лимиты кредиты наличными какие у вас рассрочки оплаты частями это делается здесь тоже самое карты но здесь по сути здесь вы можете открыть интернет карту виртуальную карту и карта иншо банку это можно потянуть в приват 24 карту какого-то другого банка ну и здесь по сути транспорт это покупка билетов страховки ваши авто ну и как бы достаточно других сервисов которые являются второстепенными вот они здесь все находятся ну как бы приват банк специально приват 24 в первую там десятку вшил именно те те услуги которыми пользуются чаще всего клиенты далее архив архив это непосредственно перечень всех операций которые вы производите производили вообще в приват 24 вот и можно найти каждую после операцию нажать на нее и напечатать квитанцию по каждой операции далее есть курсы валют вот и показывается курс валют доллара покупки продажи но если вы нажмете на него вы попадете непосредственно в раздел курса валют где можно посмотреть курсы валют всех валют с которыми работает приват банк и можно обменять валюту при помощи подтягивания одной карты и покупка валюты и зачисления на валютную карту далее корзина ну корзина это когда вы делаете какие-то операции в корзину набраться забрасываются все ваши платежи и потом можно зайти в корзину и оплатить их одним шагом далее регулярные платежи вот нажимая на регулярные платежи нас перебрасывает старую версию приват 24 то есть именно сервис регулярных платежей приват банк еще не перевел старой версии в новую давайте веремся в новую ну и конечно же шаблоны по всем платежам и непосредственно информация по нам пока по владельцу и пользователю этого личного кабинета приват 24 если вы можете заходить и управлять своим профилям своими телефонами паролями ну и другой информации в окончании данное видео прошу вас подписаться на наш канал нажав на красную кнопку и затем колокольчик поставить лайк под этим видео если у вас будут вопросы по новой версии приват 24 пишите в комментариях мы будем их отвечать спасибо